Здравствуйте друзья! Следующие несколько обзоров я хочу посвятить ZigBee устройствам проекта Mod.com.ru. Это устройство, которое спроектировано и разработано энтузиастами умного дома. И многим из них просто нет аналогов на рынке промышленных устройств. В качестве небольшого анонса покажу, что попало ко мне на тестирование. Все устройства работают по протоколу ZigBee. Диммер. Устройство, позволяющее плавно регулировать яркость светильника. Релейный модуль для коммутации четырех каналов питания. Релей для установки в подрозетник для мощных нагрузок до 16 А с энергомониторингом. Компактный пульт управления на 8 кнопок. Но начать серию хочу с USB ZigBee Stick от CC2538, ключевого устройства, координатора для беспроводной сети. Именно координатор управляет всеми устройствами ZigBee сети. Это устройство собрано на базе модуля с чипом CC2538 и усилителя CC2592, что существенно увеличивает и уровень чувствительности приема и мощности передачи сигнала. Доступный промышленный аналог, который можно без проблем приобрести, это CC2531. Есть версии с внутренней и внешней антенной. Стик CC2540, про который часто спрашивают, работает по протоколу блютозы, сюда не подходит. В первом варианте антенна разведена прямо на плате, но чувствительность ее весьма невелика, я бы не рекомендовал ее к покупке. Во втором на стике имеется коннектор для подключения антенны. Антенна с коэффициентом усиления 3 дБ идет в комплекте. В конструкции предусмотрена возможность поворота на 90 градусов. Сравнительно с CC2538 он меньше не только своими размерами, но и почти в 5 раз менее мощный. Имеет в 4 раза меньше памяти 8 кБ против 32 кБ и поддерживает гораздо меньше устройств. Я бы не советовал его ставить на сети более 40 зигби устройств с учетом роутеров. Сколько точно поддерживает стик CC2538, сказать пока сложно, так как мне пока неизвестны инсталляции, количество устройств которых превысило бы его возможности. У меня на момент написания этого обзора подключено 70 устройств. Хотя это и DIY устройства, монтаж отличный, ничем не хуже промышленного. Под них имеется и корпус, который печатается при помощи 3D принтера. Стик изначально смоделирован под использование внешней антенны, для чего на плате имеется антенный разъем. Антенны можно подключать разные, например аналогичную от CC2531 на 3 дБ, либо более мощную на фото вариант на 8 дБ. Можно найти и с большим коэффициентом усиления, в том числе выносные. Заказывать стик, конечно, лучше с корпусом, пылиться будет меньше. Что касается антенны, так, чтобы сразу наблюдать какой-то супер прирост качества сигнала, то нет. При наблюдениях через некоторое время, день-два, по карте сети видно, что улучшается связь с дальними устройствами. Чисто внешне, конечно, с более мощной антенной выглядит поинтереснее. Подключать к инстансам лучше через USB удлинитель в районе полуметра, чтобы вынести стик подальше от источника помех. Располагать его следует вертикально или хотя бы, по крайней мере, антенн. С точки зрения работы в системе, никаких различий и особенностей между CC2531 или CC2538 нет. Определяются и ведут себя устройства совершенно одинаково. Я уже показывал установку этих аддонов в своих уроках по Home Assistant серии 5 и 5.1, но думаю, не лишним будет показать это еще раз. Нам понадобится MQTT брокер, который есть в базовом магазине аддонов. Конфиг оставляем по умолчанию, достаточно добавить только имя пользователя и пароль. Запускаем аддон. После этого прописываем в файле Configuration YAML раздел MQTT, где нужно указать путь к локальному брокеру, включить режим обнаружения устройств и префикс обнаружения, а также имя и пароль, указанное в конфиге аддона. После этого перезагружаем инстанс. Далее нужно установить аддон ZigBee to MQTT. Для этого нужно добавить ссылку на репозиторий. Все ссылки вы найдете в описании под видео. После этого в списке появится нужный аддон. Кликаем на него и устанавливаем. Перед запуском нужно указать в конфиге установленные ранее логин и пароль для MQTT брокера. Можно проверить номер порта. Для этого нужно зайти в терминал и вывести список серийных устройств. Скорее всего порт будет тем, что указан по умолчанию. После этого можно запускать аддон. Внизу в журнале можно контролировать ход загрузки. Для этого есть кнопка рефреш. Продолжение следует... 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 Третий аддон пригодится для работы и контроля ZigBee устройств, для него тоже нужно добавить репозиторий в стандартный список. Устанавливаем новый аддон, который называется ZigBee to MQTT Assistant, аналогично предыдущим, прописываем логинный пароль доступа к MQTT брокеру. Здесь же есть кнопка вывести кнопку на сайт баре, после этого запускаем плагин. Теперь можно проверить, что здесь уже есть, пока только одно устройство, координатор. Кроме списка устройств тут еще есть карта устройств и вкладка статус, отсюда можно активировать режим добавления устройства, он автоматически отключится через 20 минут. Теперь можно начать подключать устройство. Обычно для этого нужно зажать кнопку синхронизации или, например, как в выключателе Акара клавишу, для некоторых устройств понадобится скрепка. Имя присваивается автоматически в зависимости от MAC адреса. Благодаря прописанному нами в Configuration YAML режиму обнаружения с префиксом Home Assistant, новое устройство автоматически появится в интеграции MQTT. Чтобы данные обновились, нужно как-то воздействовать на устройство, нажать на клавишу, кнопку и так далее. Здесь подключена квадратная кнопка Акара с гироскопом. Она имеет 4 сенсора, уровень заряда и качество сигнала, а также сенсоры клик и экшен. Нажимая на кнопку или встряхивая ее, можно увидеть, какие события будут там появляться. Например, клик отвечает за однократное двойное нажатие, а экшен за удержание и следующий за ним релиз, когда клавишу отпустить, а также шейк, тряска. Еще стоит вспомнить один полезный аддон, про который я рассказывал в девятой серии уроков, Samba, который даст возможность получить сетевой доступ к папке аддона. Добавляем новый сетевой элемент по адресу сервера и получаем список папок. Нам нужно подключить папку sharzy к биту MQTT. В файле database.db находится список zigbee устройств, пока это координатор и кнопка. В файле devices.yaml содержатся параметры каждого устройства, например, его friendly name. Его можно задать свое, но только латинскими буквами. Если вам очень нужна кириллица, для него используем только кастомайз яму. Для применения изменений перезагружаем аддон. Новое имя будет применено на уровне топика MQTT брокера, поэтому и нельзя использовать кириллицу. Это имя будет отображаться и в списке устройств, и в карте сети, и в интеграциях. Вот еще немного полезных параметров. Например, retain true записывает значение сенсора в топиках. И после этого данные не будут обнуляться при перезагрузке инстанса, как раньше. Для датчиков движения, например, можно прописать таймаут перехода в состоянии выключена в секундах. Например, в доработанных датчиках можно вообще поставить 10-15 секунд, тогда он будет выключаться очень быстро. Либо наоборот увеличить для использования в автоматизации. Возможные параметры для каждого из устройств доступны на сайте проекта zigbee2mqtt. Если нужно удалить какое-то из устройств, просто стираем его строку из файла database.db и из файла devices.yamu. Для применения перезагружаем аддон zigbee2mqtt. А вот так выглядит один из моих настоящих рабочих серверов. Аддон умеет подбирать картинки для каждого из zigbee устройств. Карта сети. Тут прорисованы связи между устройствами и видно к чему подключаются датчики, к координатору или к роутерам. Кстати, координаторы и роутеры все связаны между собой. А в интеграциях можно просмотреть каждое из устройств по отдельности. В зависимости от его типа, оно может служить и контроллером, как кнопки или выключатели. Или сенсором, например, температуры, влажности, давления, движения, освещения. Либо это может быть исполнительное устройство, выключатель, розетка, лампочка. Некоторые из них показывают расход электроэнергии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом все. Надеюсь, информация, показанная в этом видеообзоре, была вам полезна и интересна. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите получать самые свежие обновления, а также интересные купоны, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok